добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал в этом видео мы с вами будем делать красивые пышные объемные розы и это роза будет с плоским основанием и я думаю что такие цветы будут хорошо подходить для декора то есть я буду планирую использовать для веночком и если вам нужно будет со степлем то конечно сделать можно будет и со степлем вклеить проволоку или шпажку и давайте начинать за основу я беру капельку из фольги диаметром где-то полтора два сантиметра то есть она мне не очень большая также можно взять какую-то небольшую конфетку отрезаю небольшой кусочек бумаги того же цвета из которого делаю розы как следует растягиваем наношу клей и приклеиваю сверху фольги для того чтобы в дальнейшем фольга нигде у нас не проглядывала и на этом же этапе можно вклеить проволоку или шпажку и как все свои розы я делаю то есть я сначала беру что-то вроде образовываю такого бутона беру небольшой отрезок бумаги растягиваю его и обкручиваю шарик из фольги не так привычнее удобнее мне кажется что таким образом вот он будет смотреться интереснее и теперь лепесточки размер отрезка для лепесточка 3 сантиметра на 5 сантиметров и тут делаю все тоже как обычно складываю пополам и вырезаю каплевидную форму лепесточка и затем немножечко растягиваю растягиваю чуть-чуть выше серединки и теперь собираю сам цветочек ну для начала бутон приклеиваю сначала три лепесточка это у нас будет первый ряд приклеиваю я накладываю друг на друга клею по кругу и приклеиваю я где-то на одну треть предыдущего лепесточка и как обычно последний лепесточек я завожу под первый мне кажется что роза тогда будет интереснее на второй ряд я приклеиваю пять лепесточков и приклеиваю их между предыдущими лепесточками первого ряда и проделываю все то же самое то есть техника вся та же самая принцип работает тот же самый что и при как мы приклеивали на первом ряду бутон готов и теперь переходим ко втором ко второму виду лепесточка то же самое проделываю складываю пополам вырезаю лепесточек и эти лепестки мы растягиваем сильно затем берут шпажку и подкручиваю лепесточек с одной стороны и со второй стороны и стараюсь это делать так чтобы заломов не было и начинаю собирать саму теперь розочку на этот ряд то есть третий ряд я приклеиваю где-то 5-6 лепесточков принцип сбор сборки то есть техника вся та же самая накладываем лепесточек один на другой где-то на треть предыдущего и я думаю что здесь стоит прям обратить на это внимание потому как тогда роза будет именно пышная и объемная мне нравится уже даже и в таком виде розам но я хочу и делать побышней затем я приклеиваю четвертый ряд и наклеиваем лепестки четвертого ряда я слегка растягиваю нижний край для того чтобы при нажимании приклеивание розы сам лепесточек отгибался и тогда роза будет раскрытой то есть здесь еще и нужно как следует прижать и этих лепестков я приклеиваю где-то 67 штучек зависимости от того как будут ложиться лепестки и лучше сделать заранее лепесточки чем потом если будет не хватать вырезать и если даже не хватает то в любом случае нужно будет вырезать и доклеить роза готова она получается действительно очень пышный очень объемный и не затратный по времени чашелистики я не делаю катет к этой розе просто делаю приклеиваю три листочка также можно и один приклеить и два видео как сделать листочки есть на моем канале ссылку оставлю в описании переходите смотрите если вы еще не видели и на этом мои розы готовы и если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok